Интерес к науке рождается в детстве. Именно поэтому на базе технопарка, где взрослые занимаются серьёзными научными разработками и внедряют их в производство, два года назад решили создать Кванториум. В нём науки обучают детей и подростков от 12 до 18 лет. За два года детский технопарк принял полторы тысячи учеников и ещё четыре тысячи ребят посетили его в формате экскурсии. Мы решили приобщить ребят к этим двум замечательным событиям и движениям. В первую очередь показать им научные достижения, которые сейчас используются в современном мире. И немножко погрузиться в историю, вспомнить известных учёных и их открытие и изобретение. Не без проблем собрав робота на первой площадке, ребята направились в аэроквантум. С включением коптеров особых проблем не возникло. Кванториумцы с интересом соотнесли летательные аппараты и пульты от них. Сложности возникли дальше, в биоквантуме. Там соотнести надо было зерновые культуры с их названиями. После этого ребятам показали, как нужно работать с микроскопом. Я тут первый раз. Мне очень понравилось поставлять аккумулятор к квадрокоптерам и определять, к какому пульту он подходит. А также очень понравилось конструировать из лего. Однако самые яркие эмоции ребята испытали в Энерджи-квантуме. Там они смогли управлять автомобилями, правда не настоящими, а виртуальными и радиоуправляемыми. Но всё равно восторгу не было предела. В виртуальной машине каждый отвечал за свою педаль. Так организаторы наглядно показали, как работает сцепление. Радиоуправляемой моделью нужно было руководить уже в одиночку, при этом не задев ни одного конуса. Кто справился с заданием, тот и победил. Мне квест очень понравился. Особенно мне понравился, когда мы были в автоквантуме и катались на автосимуляторе. Ну и финальным испытанием в квесте стал сбор портретов учёных из разных частей. Если Менделеева и Ломоносову узнать удалось сразу, то над портретами Ландау, Пирогова и Королёва ребятам пришлось потрудиться. Но и это ещё не всё. Дальше участники квеста соотнесли символы и буквы. Составив из них цитаты учёных, представленных на портретах. Быстрее всех с заданием справился Илья Ясяков. Валерия Никитина, Максим Тузин, Станислав Сёмин. Народные новости.